Не ходите, дети, в лес. Там опасные рептилии. Смотри, ползёт. Вот она, вот она маленькая. Но не так страшен зверь, как его молюют. В белорусских джунглях обитает всего три вида присмыкающихся – уш, медянка и гадюка. Наиболее коварна последняя – она ядовитая. Но и та сама не нападёт, пока её не потревожить. А зачастую, устраивая променад по зелёному оазису, многие из нас забывают, что в лесу мы непрошенные гости. Чтобы вызвать агрессию змеи, её надо разозлить. Разозлить её можно, если в неё тыкать палками, бросать камнями, шишками, дёргать за хвост. Смотреть внимательно под ноги – значит не наступить змея на хвост. Знать её отличительные черты – вовремя заприметить. Уш. У него специфические пятна на голове – жёлтого или оранжевого цвета. Уш может быть более метра до полутора метров и толщиной 3-4-5 до 5. Змея хорошо плавает, издаёт очень специфический звук шипящий. Медянка – это змея, занесена в Красную книгу Беларуси. Она медного цвета, рыжего, такого, бурого. Почему её называется медянка? Гадюка – она до метра. Ну, метр – это максимально. У неё специфический рисунок в виде зигзага на спине. Она чёрная или серая. Редко-редко она бывает бурого цвета. Змейный ядовитый поцелуй особо опасен для детей, пожилых и людей с болезнями сердечно-сосудистой системы и аллергией. Вредоносный сок рептилий содержит нейротоксины, которые влияют на мозг человека. В месте укуса происходит расщепление капилляров и форменных элементов крови. Постепенно это действие распространяется и на близлежащие ткани. Потому буквально на глазах растёт опухоль. Укус змеи не смертельный в короткий промежуток времени. Дальнейшие действия производятся такие. Это положение тела горизонтальное, возвышенное положение конечности, в которую укусила змея. Асептическая повязка, обработка раны. Никакие действия такие, как прижигание, обкалывание, отсасывание и другие действия не производятся. Рептилии любят влажность. И даже несмотря на то, что змеиные рандеву наблюдаются обычно в конце лета-начале осени, но из-за обильных июльских дождей незапланированные встречи с ними могут произойти в любой момент. Поэтому для похода в лес выбирайте практичную обувь. Надевать открытую, сандалии, шлёпанцы – заведомо рисковать. Вы можете даже не почувствовать ничего, кроме лёгкого укола в голень, а вернуться домой уже с опухшей конечностью. Будьте осторожны и берегите себя. Мария Крунда, Владимир Казият и Владислав Железнов. Утро. Студия. Хорошего настроения.